В январе 2021 года сотрудниками Солигорского наркоконтроля был перекрыт канал поставки психотропных веществ в наш регион. Житель Слонимского района 1992 года рождения привозил в Солигорск мефедрон и альфа-ПВП. Житель Слонимского района приобрел с целью сбыта порядка 150 грамм запрещенных веществ, прибыл на территорию Солигорска для последующего их сбыта. Вместе с тем при производстве указанных действий он был задержан сотрудниками Солигорского РУВД и у него были обнаружены изъяты запрещенные вещества, а также предметы, которые имели значение для расследования данного дела. Это мобильные устройства и другие вещи. В ходе предварительного следствия он себя виновно признал в полном объеме. И он обвинялся в том, что он совершил 16 закладок для последующего их сбыта уже наркопотребителям. В судебном заседании он также признал в совершенном преступлении. Мною при поддержании гособвинения было предложено назначить наказание единственно возможное в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 200 базовых величин, что составляет 5800 рублей. Также было предложено применить специальную конфискацию средств совершения преступления, в частности автомобиля, на котором он передвигался, и мобильное устройство, с помощью которого осуществлялись операции по реализации данных психотропных веществ. А в феврале четверо уже местных жителей приобрели альфа-ПВП и привезли в Солигорск. В дальнейшем уже часть вещества успели употребить, а другая часть уже была обнаружена и изъята при задержании сотрудниками Солигорского РОД. В дальнейшем при проведении предварительного следствия данные лица вину признали в полном объеме предиального обвинения, именно в действиях связанных с незаконным оборотом психотропных веществ, и дали признательные показания. При поддержании государственного обвинения было предложено двум лицам назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года в колонии общего режима, а двум другим лицам было предложено назначить наказание с условным его неприменением на срок 2 года. Трое из обвиняемых ранее не судимы. Один имел отсрочку приговора по статье, также связанной с незаконным оборотом наркотиков.